Сейчас перепуганный малыш в безопасности на руках у папы. Всего несколько минут назад в прямом смысле слова висел на волоске от смерти. Мальчик играл на подоконнике открытого окна. Игрушки упали вниз, ребенок за ними потянулся и повис на карнизе. На место без промедления приехали спасатели. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. С ребенком все в порядке. Со слов, якобы он сидел на окне, но с ним все в порядке. Ничего страшного с ребенком нет. Он упал прямо вот сюда, даже мятина осталась. Желание проветрить комнату привело к похожему инциденту накануне. Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Приокском районе. Дети, которые играли во дворе, стали невольными свидетелями случившегося. Услышали, кто-то кричит сильно, и потом вдруг из подъезда быстро бежит бабушка. И мы пошли проследить. И вдруг увидели там этого мальчика лежащего, и там его подняли две каких-то тети, и там бабушка прибежала. Но там потом в скорую приехали пожарные. По версии следствия, за маленьким Сашей присматривала бабушка и не усмотрела. Женщина сидела с внуком на кухне и не заметила, как мальчик успел пробраться в соседнюю комнату. Там малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. Как говорят врачи, ребенок родился в рубашке. При осмотре и инструментальном обследовании каких-либо тяжелых травм, серьезных травм у ребенка выявлено не было. Диагноз звучит как сотрясение головного мозга и осоднение мягких тканей головы и конечностей. Состояние его ближе к удовлетворительному. Я думаю, что прогноз для выздоровления благоприятный. Родителям же забот заметно прибавилось. Им приходится навещать не только малыша, но и следователей. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а именно где находились родители, почему он был оставлен с бабушкой, устанавливается место работы и все обстоятельства дела. То есть проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. И это у следователей далеко не первое дело. 29 июня в Автозаводском районе из окна седьмого этажа выпал двухлетний ребенок. От полученных травм малыш скончался на месте. В начале июля произошло еще два подобных ЧП. На этот раз дети чудом остались живы. В большинстве случаев на окнах стояла москитная сетка. Сама по себе она достаточно прочная, чего нельзя сказать о креплении. Оно сделано из тонкого пластика и ломается даже при малейшем надавливании. Поэтому взрослые должны подумать о дополнительной защите. За это лето в Нижнем Новгороде из окон выпали более 10 детей. К несчастью, не все остались живы. По словам специалистов, основная причина инцидентов – невнимательность родителей. Елена Демидова, Алексей Соколов, Андрей Иганов и Николай Хлобыстов. Служба новостей город.